рождественская беседа с епископом юрием вторая часть слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу богу всемогущему и ни в ком другом нет спасения нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись аминь вот всех приветствую благоставляю именем господним братья и сестры такая вторая часть вот нашей такой рождественской беседы сегодня 25 декабря и сегодня вот вместе с епископом юрием в такой импровизированной студии прямо на кухне общаемся за чаем вот и как раз в первой части я успел немного сказать даже вот о самом главном то собственно что рождество это христос родившийся не просто там в вифлееме иудейском это событие историческое знаете ли да конечно сегодня даже не верующий где-то как бы не связано значение на всемирного значения принципе люди даже далеки от религии мы признают как бы сегодня так как факт но это само по себе не спасительно вот это просто история будет договорить если подходить к этому как истории но для меня как для христианина важнейшим является тот факт что христос он родился в моем сердце не просто 9000 лет назад не просто тогда вы израиле в иудеи нет он родился в моем сердце как я мое вот это самое важное каждым нападу если по-настоящему не понарошку по правду что мысли человек верующий рожденный духовно принявший христа как своего спасителя иисуса как господа своего то действительно от бога рожден человек и вот это богорождение в нас совершается бог рождается в нас в людях и мы рождаемся в нем новым духовным рождением слава богу так что как украине приветствует христос народы вся славим и его христос родился прославим его да может кто-то споем на что-то может не на ванна попоет нам что-то вот как у вас вот чудо рождества то произошло вашей жизни в первой части епископ юрий упомянул как раз бабушки да вот мать о матери до матери мама человек была верующий вот иисуса христа евангельская христианка была то есть она не просто даже номинально вот знала кто такой господь иисус христос что он и спаситель наш а как вот произошло чудо вот это вот рождество я предполагаю что это произошло не в один какой-то день где весьма внезапно у всех по разному да по разному я за себя говорю вот мама меня была 40 лет верующая и за это время за 40 лет капля за каплей мое сознание входило понимание того что мир без бога не может существовать мир без бога не мог появиться так просто сам собой да да что это дело рук верховной духовной власти естественно мама водила меня за ручка мне было когда она только веру во мне было 6 лет водила меня за ручка церковь в своем городе и она любила бывать других городах и обязательно это была самая часть самой главной частью ее программы побывать в церкви послушать слово божье ну естественно и мне везло в этом отношении тоже тоже его слушал это слово я не знаю меня детство вообще было очень интересное и меня не влекло на какие-то уличные развлечения ну может быть и потому что мама относилась ко мне серьезно вот знала где я я знал где мне надо быть в определенное время но если меня отпустили на улице но если сказали через 15 минут юра быть у меня часов нет меня через 15 минут буду дома вот буду дома и вот таким образом во мне воспитывался тут такой характер который потом последствии пригодился не пренебрегать всем варже не увлекаться меня таким первостепенным перво ну как второстепенным правильно будет сказать второстепенным каким-то увлечением вот меня влекло всегда серьезное отношение ко всем вопросам каким бы то ни было мало я знаю их хорошо я разбираюсь каких-то вопросах не всегда влекло серьезное отношение и вот я так полагаю что за это время я возрастал возрастал в своем отношении своем желании познавать бога хотя сам себе я в этом не признавался я не отрицал то что есть у нас спаситель и я не отказывался то есть не отрицал то что ведь мир живет без бога вся моя жизнь протекала как бы под маминым все таки влиянием и когда она ушла в небеса я подумал а что будет со мной вот мама меня вроде бы направляла всегда на какие-то действия на какие-то рождение каких-то мыслей правильных молитвы за вас да да вот именно я к этому веду что она заботилась обо мне духовном отношении я каждый день слышал ее молитвы перед сном перед благословением пищи вот и она не делала это лицемерно для того чтобы я слышал как мы иногда в наши времена такой прием используем чтобы человек слышал что в нем молятся хотя хотя в душе у этого человека который молится всегда присутствует крепкая твердая вера вот но тем не менее если даже если даже это имеет место то уже хорошо если за человека молятся то это уже хорошо как бы как бы там не отдавались лицемерно если даже вот или с полным желанием достичь божьего ответа вот в любом случае это полезно потому что молитва людей которые окружают тебя очень здорово влияет на твою судьбу потому что тобой уже занимается бог он тобой уже занимается он тебя поднимает он тебя поднимает твоем понимании в твоем разумении и вот что мне хотелось отметить что молитва родителей очень важно очень важно очень важно она практически не бывает безответно да и в этом потому что бог родители да именно здесь я убеждая убедился в том что 40 лет мама была верующая потом умерла и я пришел к богу через 10 лет то есть 50 лет молитва пробивала дорогу богу пробивала расположение спасителя ко мне проходила через его воздействие вот эти все 40 а потом еще плюс 10 лет и само возрождение мое я не считаю случайным я считаю его закономерным однажды однажды супруга Нина Ивановна меня встречает я пришел с работы вот она мне неузнаваемым голосом говорит Юра а я говорит уверовала ух ты я очень был удивлен удивлен не потому что она уверовала а потому что это она уверовала потому что она была активной противник она была атеист активной в прошлом член партии ком партии вот и потом в ней воспитали все те качества которые не воспринимали Бога и вдруг она мне рассказывает а я говорит уверовала здорово я как услышал это на вратах так и остался стоять вот она продолжает говорит и я сказала что и ты придешь так хорошо если даже так повернулись события хорошо я посмотрю что из этого выйдет такие были были у меня мысли вот нужно это или не нужно я к тому времени уже знал что есть вредные такие течения не истинного характера вот и не дай Бог она там оказалась ну ладно пойду разберусь ну да я разберусь я думал что я тогда уже над христианами могу могу судить их правильные или неправильные у них убеждения доктрины и так далее и так далее вот и в конечном итоге я пошел на следующее воскресенье и принял покаяние слава Богу а в каком году это было? это было в 2001 году сравнительно недавно слава Богу недавно здорово я просто сожалел что этот процесс был длителен но в то же время я радовался что этот процесс был с Божьего благословения что тут чувствовалась рука Божья потому что за 50 лет ни один человек по своей воле по своему желанию не сможет получить возрождение а тем более Божье обетование спасение искупление вечную жизнь вот таким образом я стал христианином и слава Богу я ему очень благодарен за это слава Богу слава Богу да слава Богу да вот такое вот такая история рождественская история да потому как действительно Рождество Христово это не просто отдаленное что-то от нас далекое такое бывшее где-то там в далекой стране в далекой земле от нас нет оно совершается вот в земле нашего сердца в нашей жизни в наших судьбах совершается слава Богу да пусть Бог вас благоставит да а с Ниной Ивановной сколько вы в браке скажите вот 57 лет вот 57 лет в браке да слава Богу вот Господь благоставил семью эту спасением своим благоставением своим вот и в Библии есть такое слово что спасешься ты сам а спасется дом твой и не просто это отдельная цитата какая это действительно послание Божьей любви потому что во всем писании мы видим что Бог хочет спасать всех вообще всех и спасая нас он имеет в виду не только нас но и тех кто с нами возле нас кто окружает окружает нас да кто нам люб и дорог за кого мы молимся наши близкие по крови родные да близкие по крови да вот и за всех кого мы молимся за кого молимся я как это сравниваю такими как бы руслами которые мы прокапываем этим молитвами а по которой Бог уже пускает свою реку уже в их судьбах уже дальнейшие до кого то надо дольше копать до кого то прям близко совсем да все люди разные конечно души разные вот но слава Богу за Божью реку Божью воду которую святую которые приходят в судьбу человеческую и как пустыня действительно расцветает слава Богу очень полезно слушать свидетельства других да да Татьяна да на самом деле вот я сам люблю свидетельства слушать и люблю свидетельствовать сам тоже рассказывать вот о том что Бог сделал в моей жизни вот я думаю что как раз тоже сейчас тоже вновь мы сделаем небольшой такой перерыв пару минут буквально оставайтесь с нами как говорят да в таких случаях вот и вы снова сможете подключиться и как раз иметь такое продолжение я думаю тоже как раз поделюсь еще Словом Божьим и Юрий Михайлович поделится тоже да что то и Слово Божье прочтем мы пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Слава Богу дам Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя